Привет, дорогие друзья! Сегодня поговорим об атеросклеротических бляшках и о тромбах. Значит, первое, это разные вещи. Многие не понимают, что атеросклеротические бляшки и тромбы, это не одно и то же, это разные вещи. Второе, отрывают сток тромбы, бляшки не отрываются. Третье, если бляшка надорвется, то на ней образуется тромб, то есть как бы бляшка является причиной тромбов. Поэтому с бляшками надо бороться, с атеросклеротическими. Но бояться бляшек конкретно не нужно, потому что редко они надрываются. То есть они как бы, это что такое? Это под эндотелием сосуда, под стенкой, внутренней стенкой сосуда начинает образовываться клеточная опухоль. Не многие знают, что бляшка это клеточная опухоль и состоит она из пенистых клеток. А пенистые клетки это в свою очередь моноциты, которые в крови видели. Анализ крови сдавали, там есть такой моноциты. Моноциты это, что они делают? Они проникают через стенку сосуда внутреннюю, раздвигают клетки аккуратненько эндотелия и туда ныряют туда. И там откладываются вот эти вот липопротеиды низкой плотности так называемые. И вот они съедают эти липопротеиды. Там более сложный процесс происходит, я утрированно рассказываю. Наедаются их там, раздуваются в несколько раз и их потом называют уже пенистые клетки, потому что у них очень много внутри наелись они. Но они живые, не мертвые они. То есть если создать условия определенные, то они начнут уходить оттуда, уносить этот холестерин на нужды организма. Отдавать его в кровь, чтобы они унесли его в печень. Или протеидам высокой плотности отдавать начнут, чтобы они уносили в печень на переработку. Для того, чтобы печень делала желчь. Вот как сложно, да? Я веду вас к простым делам-то. Сложно веду к простым делам, чтобы вы понимали, почему это работает. Почему? Вот чем лучше и эффективнее будет печень делать желчь, тем, конечно, будет меньше риск, что у вас будет атеросклероз. Потому что с желчью весь этот холестерин он выводится. Желчь называется холе по-латыни. Холе. Это желчь. И она состоит из холиевых кислот. Холиевые кислоты, которые делаются из холестерина. Понимаете? То есть он пришел туда в печень, липопротеиды высокой плотности его туда принесли. Там гепатоциты сделали из холестерина, холиевые кислоты, и эти кислоты ушли в кишечник. Там дальше еще есть обратный круг, там, но я не буду про это сейчас говорить, чтобы вам мозги не взорвать совсем. И вот что же нам нужно сделать? Улучшить работу печени. Прежде чем мы продолжим, пролистайте в описании под этим видео. Там вас ждет ссылка на мой ближайший вебинар. Переходите на мой сайт и узнавайте подробности. Сделайте это прямо сейчас. Будет очень полезно. Улучшая работу печени регулярно, мы соответственно улучшаем качество наших сосудов и уменьшаем бляшки. Ого как! Улучшить работу именно печени, чтобы больше желчи она производила. Для этого нужно что? Включить в свой рацион жирную пищу. Три раза в день, чтобы какой-то жир вы обязательно съедали. Будь то молочные жиры, там, будь то животные жиры, растительные жиры, оливковое масло. Неважно. Чтобы постоянно желчи у вас, потому что когда попадает жир в двенадцатиперстную кишку, вы его съели, он вызывает рефлекс выделения желчи из печени и желчного пузыря. И тогда нужно ее больше, больше, больше. И будет у вас уходить, вот эти бляшки будут таким образом уходить через печень в туалет, в унитаз. Вот один будет только у них выйти. Это все я описал подробно в своей книге «Медицина здоровья против медицины болезней». Почитайте, кому будет интересно. Ну, и как улучшить вообще работу печени? Ну, есть много способов, там, можно таблетки пить. Ну, немногие знают, что можно улучшить работу печени рефлекторно с помощью самомассажа. И, как ни странно, самомассаж печени будет одним из самых эффективных упражнений от бляшек, а, соответственно, от риска образования тромбов на этих бляшках. Потому что бляшка растет, 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 эндотелий, под которым она, да, надувается, может разорваться. Если разорвется, вот тут-то и будет тромб образовываться. Но это редко происходит. В основном бляшки растут до неимоверных размеров, чтобы, может, даже сосуд перекрыть, и то не разрывается, там, этот эндотелий. Настолько организм не хочет, чтобы тромбы образовывались у нас. Ну, так вот, самомассаж. Что мы должны сделать? Вот она, реберная дуга. Вот она, справа. Вот по ней мы идем. Все рефлекторные точки, улучшающие кровоток печени максимально, находятся на реберной дуге. И наша задача просто-напросто, каждый день, утром и вечером, проминать себе справа реберную дугу. Больно будет, там, болезненные точки есть. Ну, зато будет печень, у вас рефлекторно сразу кровью наполняется, и буквально, там, на полтора-два часа, то есть, вот, там, 10-15 минут такого самомассажа, и печенка у вас будет прям гореть, там, от крови. Ну, в хорошем смысле слова, гореть. То есть, будет прям, почувствуете, такое тепло здесь пойдет, и так далее. И это лучше любых таблеток улучшает кровоток, очищает печень, внутренние ее вот эти протоки, лучше любых и всяких гептралов, там, и всего остального этих лекарств. Просто банальный самомассаж и правильное питание. И вот здесь, конечно, многим, для многих будет вот это, как же так жиры надо есть, тут отменяют холестерин в крови. Холестерин, запомните, это не жир, это желчь, он так и называется, холестерин. Желчь твердая, в переводе с латыни, которая в бляшках, он в кристаллическом виде, в твердом, в белом. Белый порошок. Бляшка твердая, это не жир какой-то там, который сейчас у вас там кровью потоком снесет, и он в мозг там, и все, и вас там, или в сердце там, и все, у вас там умрете от этой бляшки. Это твердая такая штука, она как камень. Хрустит, когда ее вот берешь в руки, бляшку. Ну, я просто знаю, я там учился в мединституте, мы это все там руками щупали на трупах. Ну, так нас учат. Так и нужно учить врачей. Твердая такая фигня, короче, это бляшка. Холестерин, запомните, твердая желчь. К жиру вообще никакого отношения не имеет. Когда вам говорят, что холестерин это жир, врач еще тем более скажет вам, прямо надо сразу развернуться и вот так потихонечку, потихонечку уйти, потому что, ну, это просто уже не врач. Он просто, ну, ну, все. Больше говорить просто не о чем. Ну, все. Так что, дорогие друзья, много я вам наговорил, но сам массаж печени делать это очень полезное занятие даже для тех, у кого бляшек нет. Энергия будет другая совсем в теле, потому что печень, она, когда хорошо кровоснабжается и работает, она же еще гормональный орган. Самая большая железа внутренней секреции нашей. Ну, а для особо таких вот продвинутых есть еще специальный массаж костного мозга. Ну, а об этом мы поговорим в другой раз. Чтобы не было бляшек в шее, нужно шеи крутить много. Ну, не просто крутить там, вот там что-то крутить как-то, потому что у вас же может быть остеохондроз, можете себе навредить. Для этого есть гимнастика для шеи. В основном бляшки в сонных артериях бывают. Есть специализированные упражнения, чтобы вот именно эти места прорабатывать. Какое? Ну, локоть поставили на стол, вот, нажали рукой. Просто сидите на работе, да, как шею проработать. Вот нажали и статически давите. У вас как раз вот те места, где бляшки, вот, очень сильно прорабатываются. Одну сторону, другую. Прекрасное упражнение. То есть 5 секунд подержали на другую сторону, 5 секунд подержали, так можно в течение, там, 15-20 минут очень прилично дать нагрузку на переднюю поверхность шеи. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления». Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Клуб бывших гипертоников доктора Шишонина. Видеофильмы доктора Шишонина. Запись на обследование в клинику. Будьте здоровы! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...